Привет, друзья! Известны все участники плей-офф. Лиги чемпионов в группе A Бавария в ничего не значащем для себя матче обыграла локомотив и продлила свою серию без поражений до 16 игр во всех турнирах, 13 побед и 3 ничи. Бавария забивает в 19-й игре Лиги чемпионов подряд. Можно вспомнить, что последний раз клубы встречались в Кубке UEFA 25 лет тому назад, тогда мюнхенцы также были сильнее по сумме двух игр 5-1. Атлетика вновь с трудом переигрывает, Зальцбург вновь забивает этому клубу в конце игры, в итоге 0-2. Это поражение стало третьим для австрийцев на домашней арене подряд. Яни Караско оформил гол плюс пас, его клуб 11 игр не знает проигрышей, 8 побед и 3 ничи. Таблица Бавария выиграла 5 матчей и 1 сыграла в ничью, 16 очков, первое почетное место. Атлетика выходит в плей-офф, но как-то не уверенно, 9 баллов, Зальцбург вырвал путевку в Лигу Европы, а локомотив третий сезон становится последним, зачем тогда увольняли Сёмина. Во второй группе интрига сохранялась до последнего тура, все четыре команды выходили с мыслями об 1-8 финала. Реал сыграл с Менхен-Гладбахской Боруссией, у которой был опыт крупной победы образца 1985 года 5-1. Зидан побеждает и, кто знает, возможно, сохраняет место главного тренера. Бензима – автор двух мячей. Француз провел 527-ю игру за сливочных и вместе с Роберто Карлосом делит первое место среди легионеров Реала по числу игр. Интернационала Шахтер 0-0. Напомню, во втором туре клубы также голов не смогли забить. Горники отомстили за поражение в полуфинале Лиги Европы, оставив Нерадзури без Еврокубков. Шахтер имеет сейчас 4 матча без поражений, 3 победы и 1 ничья. Таблица. Реал и Боруссия-Менхен-Гладбах в плей-офф. Шахтер в 1-16 финала Лиги Европы, а Интер вылетает. Сейчас самое время найти видео экспертов, которые давали расклады перед стартом турнира и проверить, угадали ли они. В частности, я предполагал, что Шахтер будет третьим, а Интер – вторым. Группа Си. Лидер Манчестер Сити принимал на своем поле аутсайдера Марсель и разгромил его 3-0. В первой игре тоже было 3-0. Горожане не проигрывают 5 матчей везде. Отмечаем вернувшегося в состав Агуэро. Олимпиакос уступил на своем поле Порту. Драконы повторили счет первой игры 2-0. Что примечательно, оба клуба тренируют португальцы. Подопечные к концу Сао не проигрывают на протяжении 9 встреч. 8 побед и 1 ничья. Таблица. Манчестер Сити на первом месте, Порту на втором. Это было известно заранее. Олимпиакос и Марсель имеют по 3 очка, но в Лигу Европы отправляются греки. Группа Ди. Аякс Аталанта. Драма. Напомню, голландцам нужна была победа, а итальянцам ничья. Однако подопечные Гасперини перевыполнили задачу 0-1 в их пользу. Второй сезон удача ускользает от голландцев в последнем туре. Единственный гол был забит через 6 минут после удаления. Аякс терпит третье поражение подряд во всех турнирах. Пожалуй, это самое несправедливое. У Аталанта в этом сезоне навыздит только одно поражение на поле Наполи. Митюланд заиграл, но слишком поздно. Клуб эффективно попрощался, отобрав очки у Ливерпуля 1-1. После чего оба клуба получили одинаковые беспроигрышные серии, состоящие из 4 матчей. 12-й гол в сезоне забил Салах. Добавлю, что в конце игры клубы обменялись голами, но они были не засчитаны, тем самым лишив Шольца дубля. Таблица Ливерпуля имеет 13 очков, 4 победы, ничья и поражение от Аталанта. Итальянцы финишировали вторыми 11 очков. Обе команды в плей-офф. Аяк занял третье место, 7 очков. Ребята Тенхага примут участие в 1-16 финала Лиги Европы у Митюланда. Всё впереди. ПСЖ и Истанбулу после вчерашнего инцидента удалось доиграть свой матч. Парижане нанесли сопернику самое крупное поражение в группе 5-1. Неймар оформил свой третий хит-рик в Лиге Чемпионов. Уже был известен результат параллельной игры, который сыграл на руку французам. Напомню, во вторник в этой группе Лейпциг лишил Манчестер Юнайтед путёвки в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Таблица. ПСЖ занял первую итоговую строчку. Лейпциг попадает в плей-офф со второго места. У клубов по 12 очков и по 2 поражения. МЮ попадает в Лигу Европы, а Истанбул выбывает из Еврокубков. Осталось узнать лучших бомбардиров и участников плей-офф. Холланд, Решфорд, Марата и Неймар забили по 6 голов. Квадрада имеет 5 голевых передач. В 1-8 финала Лиги Чемпионов пробились Бавария, Барселона, Манчестер Сити, Ювентус, Челси, Ливерпуль, Севилья, Порту, Боруссия, Дормунд, ПСЖ, Атлетика, Латсо, Лейпциг, Аталанта, Реал, Боруссия, Гладбах. В 1-16 финала Лиги Европы вышли Зальцбург, Олимпиакос, Аякс, Манчестер Юнайтед, Краснодар, Брюге, Динамо, Шахтёр. Ставьте лайки этому обзору, если он был вам полезен и интересен. Не прощаемся.